Всем привет из примерочной из H&M Кстати, в разных странах H&M называются по-разному Вот я так улавливаю и слышу, как девочки снимают и называют этот магазин И мне даже в одном из моих влогов кто-то написал комментарий, что я произношу неправильное название этого магазина H&M И что как только этот магазин уже не называют Я на самом деле называю его так, как это называется в Канаде, в Америке Потому что две буквы H&M это так, как он пишется и так он называется Я знаю, что в Германии его называют немножко по-другому, в других странах, во всех странах он называется по-разному Ну, не ругайте мне, я произношу так, как я знаю это произношение Я не знаю, как, кстати, в России произносятся, по-моему, тоже и чем-то Я надеюсь, что мы сегодня сможем спокойно поснимать без того, чтобы Это звучало, как будто я снимаю на стройке или в каком-то заводском цеху, где клепают какие-то комбайны Короче, я снимала там в зале, вы видели Я не знаю, смонтировали в это в один, в локали в два То, что я снимала в зале И примерно посмотрим, как получится по времени Значит, взяла я вот такую вот гамму В основном вещи с распродажей, девочки Вот если честно, то основная коллекция меня вообще не вдохновила ни на что Просто абсолютно ни на что Потому что все такое скучно, серо-бежево-черное Я понимаю, конечно, что это база, я понимаю, что это, в общем-то, очень нагибрация Но я не могу, как бы, хочется чего-то вот пока еще яркого, еще зима не наступила Давайте я быстренько расскажу, что она мне надета Я сегодня, кстати, в черно-белом, в черно-белом варианте Свет включили, а то было так темно Что-то, не знаю Опять же, музыка гремит, не знаю, удастся ли В общем, короче, но у меня такие вот черные брюки с высокой посадкой Здесь они на резинке Вот такой вот свитер с коротким рукавом Вязаный, трикотажный, из ХБ Ну, сережки, рожечка Как же без нее Это у меня такая накидка сжатая С такого сжатого материала Очень-очень легкая У нас пока еще не очень холодно Но уже не совсем так, чтобы тепло Но, в принципе, довольно тепло еще И белые босоножки Вот так я сегодня выгляжу Классика черно-белая Сейчас я вам все покажу Может, вы меня нехорошо разглядели Примерочная маленькая Приходится сниматься Приходится сниматься вот так вот В вертикальном формате А, сумку забыл Сумка у меня Черная обычная лаповая сумка Это какой-то итальянский бренд Вы знаете, мы сегодня как на стройке будем А будем как в детском саду У меня там какие-то Какие-то дети кричат по соседству Ну, все-таки детские крики лучше, чем стройка Правда же Бренд сумки называется Аркадия Это итальянский бренд Я купила ее давным-давно Они довольно дорогие Но дизайн, как вы понимаете, слизывали С известного бренда Louis Vuitton Они начали первое делать такие сумки А все уже потом следом за ними И что интересно, что эта сумка довольно дорогая Но, тем не менее, вот Со слизыванием дизайна Первый образ В общем-то, имелось в виду Такой ментоловый монохром Но курточка немножко голубоватая Но, в принципе, по-моему, в тему совсем неплохо Это юбка Кардиган ментоловый Я потом куртку сниму и покажу вам И такая вот стеганая голубая куртка Значит, по-моему, только юбка с распродажей Кардиган, по-моему, заполнюю цену И куртка тоже Куртка очень большого размера Но я бы, я думала, лучше большая, чем маленькая Правда? Тем более, Уверсайз по-прежнему у нас в моде Хотя говорят, что, в общем, он как бы немножко выходит Вернее, у нас сейчас такое все И Уверсайз, и Приталин, и силуэт, и все-все-все И 60-е в моде, и 90-е В общем-то, в общем, носи, что хочу Или не хочу Девочки, мне очень нравится вот это сочетание Если честно Вот этот ментур Вот эта юбка, она такая Я бы ее с удовольствием купила Но она огромного размера Вам не видно, но она у меня вот где-то вот тут вот Еще чуть-чуть, и я ее потеряю Поэтому не буду ее брать Потому что она мне большая Но, в принципе, меньшего размера не было Но, в принципе, она очень приятная Такая нежного цвета Здесь очень странная пример Что здесь включается и выключается свет То темнеет и светлее становится И поэтому как-то все это очень странно Ну, в общем, как-то там Вот такая вот у меня сегодня Мой первый комплект Нежных таких пастельных тонов Ментолово-голубой По-моему, очень симпатичная Мне очень нравится эта куфетка Очень она большая, к сожалению Но, в принципе, очень неплохая Так, снимаю в полный рост Потому что, так, чтобы видно было все Они какими-то частями Если там кто-то чем-то гремит Господи Сняла я куртку, чтобы показать вам, как это выглядит Без куртки Тоже неплохо Нежные-нежные, красивые цвета Очень симпатичные Очень приятные Очень приятно это все выглядит Еще один вариант Как можно носить этот комплект Вот такой вот черный жилет Он с поясом Сейчас я его завяжу и вам покажу Есть эти жилеты в двух цветах Вот такой черный и бежевый Такой совсем светло-молочный Я специально принесла черный Чтобы придать немножко контрасту Потому что у меня пастельные вот здесь вот эти вот цвета И если бы был бежевый жилет, то было бы немножко так однообразно А черный жилет придает немножко такой яркости вот образу Несмотря на то, что цвет очень цвета Но черный вот этот Как-то что-то сверху Оно добавляет очень контрастности и яркости образу Посмотрите, совсем неплохо Мне кажется, что совсем неплохо Я его завязала По-моему, неплохо У него такая вот пройма глубокая То есть, в принципе, можно вот такие вот свитера Вот эти с глубокими проймами Вполне можно под него надевать И ничего не мешает Ничего не мешает вашему движению Так, начнем, пожалуй, с юбки Это размер Extra Large И она небольшая Вы представляете? Мне еще что-то большое в LChN Значит, она на сейле Стоила 35 долларов Сейчас она стоит 20 И состав ее 75% лиоцел И остальные 25% может только догадываться Я думаю, что синтетика Раз не написано Ну, в общем-то Она, кстати, сделана на подкладке Давайте попробуем подробнее найти Значит, 75% лиоцел И 25% полиамид Ну, естественно И подкладка 100% полиэстер Да Ну, у нее очень приятный цвет Может быть, так не видно Но цвет очень красивый Теперь кардиган Размер смола Вы видели, он довольно большой Стоит он 40 долларов 39,90 Выглядит он вот таким вот образом Он, конечно, довольно большой Для смола Он вполне себе большого размера Ну, он такой оверсайз И он сделан из 60% акрил 32% полиамид 5% шерсти в нем Хорошо Так, жилет черный Тоже он не на распродаже Это был размер медиум Стоит он 69,99 В нем, значит, 55% переработанный полиэстер И подкладка 100% тоже переработанный полиэстер Подкладки в нем никакой нет Только вот тут вот на кармане Вот это вот, видимо, она имеется в виду Видите, у него нет воротничка Я вам хочу сказать Вот черная ткань Я померила его на кардиган И видите, она вся Так не видно Но я вижу, что она вся Каких-то, знаете, уже Понацепляла пух от этого кардигана На себя Так, куртка Куртка размер Extra large Значит, на селе сейчас за 25 долларов Была 60 Ну и состав ее Я даже не знаю Видите, она тоже такая Без подкладки Простеганная на кнопках И хорошая Блок чуть-чуть поменьше Чуть-чуть поменьше Я бы с удовольствием, мне кажется Я бы ее выкупила Значит, полиамид Подкладка полиэстер Да, ну Вот Такая вот курточка Симпатичная Цвет хороший, такой приятный Второй образ Нарядный, можно сказать Это очень красивый пиджак Это какая-то коллаборация Я не уверена, кого с кем Но он потрясающе красивый Посмотрите, какой у него сделаны рукава Внизу такая оранжевая подкладка Черные брюки Это брюки не мои Это брюки я здесь нашла на распродаже Такие атласные черные брюки Сверху на такой завязочке Я вам потом покажу Очень удобные Очень классные брюки Просто, знаете, такая находка На все случаи жизни Они вам подойдут Но пиджак очень красивый Он не дешевый Но, может быть, он стоит немножко дешевле Надо спросить меня на кассе Потому что он действительно Супер потрясающе красивый И вот эти вот рукава, конечно Это класс Просто класс Так, снимаю в полный рост Вот так вот он Некрасиво так болтается В принципе Но вот представьте, что вы вот так Стоите где-то В принципе, в таком наряде Вполне можно обойти на какое-то торжество Даже и рестораны На день рождения В общем-то Вполне-вполне Куда угодно, собственно Ну, давайте немножко утеплимся Наденем сверху жилет Я не стала его завязывать Мне кажется, что Потому что здесь есть поезд на пиджаке Вот если вы куда-то идете На выход То вы, в принципе, можете сверху надеть Вот этот жилет Потому что в одном пиджаке холодно Он действительно очень элегантный Этот жилет Ой, ухо зацепился Он, как бы, знаете С одной стороны придает яркости Вот когда я надела Вот с такими вот пастельными вещами А вот в данной ситуации Он эту яркость немножко глушит То есть вот если надеть На очень яркий такой блестящий нарядный пиджак Надеть вот этот жилет Он как бы приглушает его Такую яркость Его меньше видно, этот пиджак И поэтому как бы выглядит это менее нарядно Менее торжественно Но все еще торжественно Если вот, потому что пиджак-то виден Видно, что он такой непростой А довольно нарядный И по-моему, это выглядит красиво Вместе и как бы Ну, уместно, достойно На многие случаи жизни Ну, мои белые туфли Босоножки здесь совсем не в тему Но вот как-то так Я развязала пиджак Хотела показать брюки Ну и вообще как бы У него нет пуговицы У него только застежка На пояс Можно поменять Можно надеть другой пояс Можно вообще вынуть этот пояс Носить его вот так вот Не завязывая Я хотела показать брюки Видите, как они сделаны здесь? Они сделаны на резинке Очень удобные Как пижамка такая В принципе, у них есть карманы Но они очень классные Мне кажется, они довольно неплохо выглядят При этом очень удобные И вообще совершенно недорогие Сейчас посмотрим их цену Из чего они сделаны? Ну, скорее всего, конечно, полиэстри Брюки Брюки, брюки Брюки превращаются Брюки стоят 18 долларов А стоят 35 Размер medium Серьезно? Вы знаете, что серьезно Ичинэм поменяла лекала Мне раньше medium их был притык Просто притык Когда я была худее, чем сейчас А сейчас вот эти medium брюки Довольно так свободно на мне сидят Что, конечно, наводит меня на мысль Значит, 50% Переработанный полиэстер Ну и внутри то же самое Что-то 100% полиэстер В общем, короче, девочки Полиэстер, что тут говорить А пиджак Он стоит 60 долларов Написано Ну, ты ведь кто-то возвращал Мне девочки написали В прошлом видео Я спросила на кассе Вот когда вот так Ручкой написано Цена это значит Кто-то вернул То, что было куплено Онлайн А веб-сайте Мне кажется Это какая-то коллаборация Я не знаю Тут что-то ничего не написано Потому что этикеток нету Но он безумно красиво Посмотрите, какая ткань Девочки Кто узнает, что это Напишите мне Потому что похоже На какой-то коллаб И он так красиво Вот сделан Так хорошо отделан Этой оранжевой Оранжевой отделкой Внутри Давайте поищем Постав Ну, как бы я Особо не надеюсь Не на какие чудеса А, вот написано Видите 59,99 А, видимо, он стоил дороже Наверное О, боже Это шестой размер Опять же, повторюсь Что раньше у меня шестой Я где-то у них носила десятый То есть Да, сделано в Китае Все дела Вот эти черные этикетки Я вообще не могу Никогда прочесть нормально В общем, короче Состав 48 полиэстер 87 полиэстер Короче, полиэстер на полиэстере Не могу найти вообще На английском языке Нормальную Нормальную Что было написано Состав Все, бог не знаю На каких языках И на этой черной этикетке Ой, какая я Мухтела Противная Все мне Все мне не так Все мне недовольны Ужас Ну, короче Ну, короче Полиэстер, девочки Договоримся Очень красивая юбка И очень красивого цвета свитер Юбка просто Прекрасной расцветки Ну, это все такое летнее еще Тоже с продажи, по-моему, она Но Очень красиво Вот такое Голубое С зеленым С розовым Сюда может подойти И такой вот цвета свитер И белый Бежевый Ну, и вот я взяла Вот такой вот зеленый Мне показалось, что будет хорошо Юбка красивая, конечно Разрезы Да Осенне Осенне-летние Из лета в осень, что называется Летняя юбка и осенний теплосвитер Смотрите, в принципе, эта юбка неплохо с этим кардиганом тоже Ну, как бы цвета перекликают Здесь есть такой нежно-ментоловый Чуть-чуть, видите Есть зеленый, есть ментоловый Так что я же не буду надевать Но вы представите себе В принципе, вполне можно носить с этим кардиганом Юбка тоже вполне плохо Мне кажется, тоже совсем неплохо с этой курткой Потому что здесь она такая голубая Светло-голубая А здесь много Много таких голубоватых оттенков Кстати, я хочу сказать, что Ну, во-первых, она сама такая голубоватая Но я хочу сказать, что То, что выглядит рядом с ментоловым кардиганом Ментолового цвета Рядом с голубой курткой Выглядит Как будто, что это голубая Как будто это голубой оттенок юбки Симпатичная Вполне так себе симпатичная Так, вам сейчас сниму, чтобы вы увидели Такие цвета интересные Все как-то сочетаются Все как-то перекликаются И все, в общем-то, примерно такого В одной гамме Так что, вот, совсем неплохо Ну и черный жилет Всегда в тему Всегда к месту С любым нарядом Вот так вот надеть его сверху И сразу вы, как бы У вас такой Образ настраивается Более становится более строгий Более деловой Но в то же время Вот веселенькая юбочка Чветочек Зелененький свитер Совсем-совсем неплохо В общем, жилет Главный герой сегодня Нашей примерки Если набить сюда сапоги Черные Не белые пацанушки А черные сапоги Которые уйдут под юбку Но будут поддерживать цвет жилета Мне кажется, будет намного лучше Намного симпатичнее И, в общем-то, так Более как замыкать все вот это вот В одно единое такое вот целое Так, юбка размер medium И стоит она на 35 долларов Но она все в разделе распродаж И там еще были другие вещи Типа Блусочки, сарафанчики Из той же самой ткани Они были на распродаже Поэтому я думаю, что возможно Она с распродажей И она Ну, здесь узнаем 70% вискоза А подкладка 100% полиэстер Где подкладка? А, вот Совсем коротенькая подкладочка Из свитер Тоже не знаю Он распродажа или нет Потому что Он тоже висел в отделе Где распродажа Но не знаю Тоже medium 35 долларов 50% Переработанный полиэстер А вторая половина Наверное, не переработанный полиэстер Поэтому Мне так гордо Об этом умолчали Такие сегодня были у нас примерки Кстати, вот моя блузочка Без кардигана Без плаща Интересно Веселенькая такая С венчиком Все, как я люблю Такие, значит, у нас были сегодня примерки Надеюсь, что вам понравилось Надеюсь, что вам было интересно Сегодня, кстати, вот В отличие от обычного У меня, как бы, всегда Я прихожу в какой-то гамме И всегда вот что-то подобное Выбираю себе примерять Вот такое, знаете Цвет настроения называется Но сегодня, вот как-то Вот я пришла в черно-белом Примеряла всякое цветное Разноцветное Но единственное, что Главным героем нашей примерки Был вот этот жилет Который, собственно говоря, черный Поэтому Можно считать, что Опять совпало Все Увидимся в следующем видео Люблю, целую Пока-пока До новых встреч Всем привет из Канады С вами была ваша Тита Пока-пока-бай